МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле прошли торжества, приуроченные к 25-летию органов финансового расследования. В августе 1992 года они были образованы в составе Министерства финансов страны. Сейчас финансовая милиция является структурным подразделением Комитета государственного контроля. Но независимо от принадлежности, на протяжении всего периода существования службы ее главная задача – противодействие легализации доходов, получаемых незаконным путем, а также недопущение финансирования из этих источников террористической деятельности. На счету правоохранителей – тысячи раскрытых преступлений. И это свидетельство высокого профессионализма, ответственности и добросовестного исполнения служебных обязанностей. В связи с юбилеем ряд сотрудников Управления Департамента финансовых расследований по Гомельской области награждены нагрудными знаками «Отличник финансовой милиции» и 25 лет органам финансовых расследований. За шесть месяцев 2017 года в органе финансовых расследований Гомельской области взыскано платежей бюджет 2,6 миллиона рублей. Это после динамирации. Конечно, это деньги все, которые пришли не из реального сектора экономики, это именно деньги из теневого оборота. Всего выявлено за первое полугодие 88 преступлений. Из них 33 – это тяжкие преступления, 31 – коррупционные направленности в сфере экономики. Прошедшая неделя не обошлась без дорожных происшествий. И хотя, как утверждают сотрудники госавтоинспекции, их количество в последнее время уменьшается, зато жертв и пострадавших меньше не становится. К тому же ДТБ порой отличается своей нетипичностью. Подробности в материале наших корреспондентов. 25 июля около 19.00 в Реческом районе водитель Рено Меган Сценник, двигаясь по дороге Октябрьский-Паричи-Речица, совершил столкновение с перебегавшим проезжую часть лосем. Автомобиль выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с «Опелем Астра». В результате происшествия пассажир Рено, женщина 73-го года рождения, от полученных травм скончалась на месте. А водитель, ее муж 70-го года рождения и пассажир «Опеля», 60-летняя женщина, с телесными повреждениями доставлены в больницу. Чтобы извлечь людей из искореженных автомобилей, понадобилась помощь спасателей. В этот же день, несколькими часами ранее, в Житковичском районе 27-летняя девушка, управляя автомобилем «Форд Транзит», совершила столкновение с трактором МТЗ, который выполнял поворот налево с главной дороги. В результате происшествия пассажиры микроавтобуса 17-20 лет, а также водитель трактора, получили телесные повреждения и были госпитализированы в Центральную районную больницу. Около часа ночи, 27 июня, в Турове 17-летний водитель на капоте автомобиля «Жигули», принадлежавшего отцу, перевозил 16-летнюю девушку. Во время поворота она не удержалась и упала на проезжую часть, получив при этом телесные повреждения. Школьница доставлена в реанимационное отделение больницы. Водитель автомобиля «ВАЗ» не имел права управления, ранее привлекался четыре раза к административной ответственности, в том числе за езду без права управления. На данном автомобиле также отсутствовал технический осмотр. В субботу вечером житель деревни Овтюки Калинковичского района, проявив свой гражданский долг и сознательность, сообщил, что за рулем движущейся фуры находится нетрезвый водитель. Выехав, по сообщению очевидца, сотрудниками ГАИ был задержан 50-летний гражданин Литовской республики. Алкотестер показал более двух промилле алкоголя при допустимой норме 0,3. Составлен административный протокол. Автомобиль доставлен на штрафстоянку. Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам. Если вы видите, что за руль садится нетрезвый водитель, либо по проезжей части передвигается нетрезвый пешеход, то проявите свою гражданскую позицию, позвоните, пожалуйста, по телефону 102, либо ближайшее отделение госавтоинспекции. И, возможно, вы сохраните чью-то жизнь. В жару становится опасно не только на дорогах, но и на воде. Обычный отдых на пляже может закончиться трагедией, если перегреться на солнце или позабыть о правилах безопасного поведения. Давно замечено, с повышением температуры воздуха увеличивается и количество травм у людей, несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций. Корреспонденты программы «Де-факто» вместе со спасателями и милицией побывали в излюбленных нашими людьми зонных отдых о стихийных пляжах, чтобы еще раз предупредить и, возможно, предотвратить новые трагедии. Палящее солнце – прекрасный повод отдохнуть на пляже. Наконец-то лето наступило, и горожане решили воспользоваться моментом. При этом, как всегда, многих потянуло не туда, где безопасно ежедневно дежурят спасатели, а в безлюдные места, где кричи-не-кричи, а вряд ли в случае беды кто-нибудь придет на помощь. Вот вы на сегодняшний день нарушаете закон. Вы подвергаете свою жизнь и жизнь своего, я так понимаю, племянника или брата? Нет, это мой брат. И жизнь вашего брата – опасность. Любой из вас вот здесь может утонуть. Причем утонуть реально. Жаркий период для спасателей Гомельской областной организации «Освод» – один из самых напряженных в сезоне. Только в Гомеле под их контролем находятся девять охраняемых и десятки стихийных пляжей. Каждому спасателя не приставишь. Техники хватает, чтобы держать на контроле все легальные места отдыха. В остальных случаях проводятся рейды, в ходе которых нарушители могут получить штраф в размере трех базовых величин. С начала этого года уже было спасено 14 человек, из них пять несовершеннолетних. Также предупреждено несчастных случаев около двух тысяч, из них 500 несовершеннолетние. И по оперативной информации утонуло с начала года 19 человек. Это при купании, особенно увеличилось в последнее время, а также при падении в воду по различным причинам. Или человек находился в состоянии алкогольного пенения, или же это был приступ болезни. Все случаи гибели людей на воде в этом году произошли в местах, где купание запрещено. Особенно опасны прыжки с трамплинов, нырки с разгону, быстрое погружение в воду. А ведь мало кто знает, что резкий перепад температур может привести к потере сознания, дезориентации в воде и, как следствие, утоплению. Нам в школе объясняли, что в таких водоемах, там, где такая территория, то нельзя купаться. Можно заплыть куда-нибудь, и вдруг все дорога. Потому что никого не будет рядом. Большинство замечаний в ходе рейда получили несовершеннолетние, которые пришли к водоему без взрослых. О таких случаях специалисты сообщают родителям и руководству школы. Остается надеяться на самосознание населения. Без него никакие усилия не дадут результатов. Гомельские исследователи продолжают расследование ссоры супруга, в результате которой муж, находясь в состоянии алкогольного пенения, по неосторожности убил своего четырехлетнего сына. С криками «Всех задавлю!» мужчина сел за руль грузовика и начал таранить с ворота своего подворья, за которыми в тот момент находили жена Дебошира и его ребенок. О том, до чего порой доводит белая горячка и какой ценой обходится пьянство, наш следующий сюжет. В это трудно поверить всем. И в первую очередь соседям, живущим на улице Урицкого. В порыве пьяного гнева 29-летний мужчина, которого знали все, задавил своего маленького сына. Поругавшись с женой, сначала он избил тещу, потом нашел спрятанные ею ключи от машины и со словами, что разнесет все в округе, сел в грузовик и стал задним ходом сдавать на ворота. Жена выбежала во двор и начала кричать мужу, чтобы он этого не делал. Но пьяному море по колено. Как раз в тот злополучный момент к воротам подбежали дети. Четырехлетний сын и несовершеннолетняя дочь супругов. Скандалист дал по газам. После нескольких попыток он сбил ворота и продолжил движение. Жена и сын оказались под завалами металлоконструкции. Женщина была госпитализирована. Она в тяжелом состоянии, а четырехлетний мальчик скончался от полученных травм на месте происшествия. Я с балкона здесь смотрела. Ну что видела? Видела, здесь люди собрались. Что женщина лежала к ней, скорая подъехала. Четырехлетнего ребенка знали все. Люди говорят, это был смышленый и веселый мальчик. В то, что его уже нет, никому не верится. В тот день оказывать помощь сбежались все, кто был неподалеку. Кульминация трагической ссоры состоялась в разгар выходного дня. Смерть четырехлетнего мальчика наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы, сопровождающейся множественными переломами костей черепа. Ребенок, не приходя в сознание, скончался на месте происшествия. По факту смерти мальчика и причинению вреда здоровью 35-летней жены задержанного в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Мужчина подозревается в покушении на убийство супруги и сына. Как стало известно, ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за хулиганство и грабеж. Сидел в тюрьме и незадолго до случившегося освободился из мест лишения свободы. По всей видимости, именно отпечаток прошлого под воздействием алкоголя и повлиял на поведение задержанного. Хуже всего, что в этой истории пострадал невинный ребенок. Следователи проводят проверку и опрашивают свидетелей. И уже по первым материалам предварительного расследования понятно, наказание будет по всей строгости закона. Продолжаем выпуск. Сотрудники милиции начали проверку предприятий агропромышленного комплекса. Каждодневные рейдовые мероприятия проводятся согласно соответствующим поручениям президента Беларуси. Правоохранители будут внимательно следить за соблюдением правил дорожного движения и перевозки грузов, выявлять факты мошенничества и краш топлива. Проверки проводятся без предупреждения, в том числе в выходные дни. С началом уборочной кампании сотрудники органов внутренних дел Гомельской области в составе рейдовых групп выехали на места в сельские хозяйства. Для чего? Для того, чтобы проконтролировать и проинспектировать готова ли сельско-уборочная техника для выхода в поля. Кроме этого, мы еще занимаемся и общим контролем за состоянием дел в сельском хозяйстве. В случае выявления недостатков в аграрном комплексе сотрудники милиции будут проводить проверку, выяснять досконально и точно, доходить до самых низов, кто виноват в сложившейся ситуации. И уже исходя из заключения проверок, мы будем привлекать или же не привлекать к ответственности лиц, ответственных за данное направление деятельности. В Гомеле рабочий погиб от удара током. Как сообщили в информационно-аналитическом отделе ГПО «Белэнерго», инцидент произошел около 18 часов 25 июля на улице Кленковской. Автокран был установлен в пролете опор линии электропередач. Он поднимал бетонное кольцо из колодца. Рабочий выполнял строповку кольца, а машинист в этот момент приблизил часть крана на недопустимое расстояние к линии. В результате стропальщик был смертельно травмирован электрическим током. Как стало известно, кран работал в охранной зоне линии электропередач без согласования и наряда. По факту гибели рабочего проводится проверка. Еще одна смерть по причине неосторожного обращения с огнем при курении. В деревне Лучино Рогачевского района на пожаре погиб 38-летний мужчина. Его тело было обнаружено при разборке обгоревших деревянной конструкций жилого дома. Когда спасатели прибыли на место происшествия, строение было полностью охвачено пламенем. Работа по тушению пожара продолжалась звеном газодымозащитной службы около 10 минут. Когда удалось локализовать возгорание, спасатели вошли в дом и обнаружили под завалами тело мужчины. Как стало известно, погибший сын хозяйки домовладения. На момент пожара женщины не было в помещении. Она была опрошена работниками комиссии, которая сейчас выясняет доподлинные причины чрезвычайного происшествия. В результате пожара повреждена кровля на площади 20 квадратных метров, перекрытие и имущество внутри дома. Это была программа «Де-факто». Берегите тех, кто вам дорог. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова